Вы знаете, беспокойность у меня вызывает как бы в целом ситуацию вот именно и промышленности, наука и образование, понимаете? То есть вся отряда… Нельзя разорвать эти… Да, для меня это единая отряда, ее нельзя рвать, понимаете? В чем беспокойность? Уже беспокойность в том, что сейчас и промышленность, и наука, образование, понимаете, они находятся, ну, мягко говоря, в весьма кризисном состоянии. Ну, вот, собственно, основная критерия, по которым я оцениваю состояние там дел промышленности, это объем товарного производства, понимаете? То есть, грубо говоря, товар, который производится, да, он… Зачем вообще производится? Затем, чтобы его, этот товар продать, да, когда он производится, во-первых, это рабочие места, да, это занятость, это зарплата, да, это потом налоги государству и это деньги под развитие, собственно, самого, да, вот, точка отсчета, как бы, да, сколько вы произвели, сколько вы продали, да, столько вы имеете вот на эти три основные линии. По объемам товарного производства наш реальный сектор в разы отстает от мировых лидеров, в разы. Вот, например, у меня составил, сейчас, сейчас могу только путь, но потом уточним, ладно, я посмотрю. Ну, порядка, по-моему, шести или четырех миллиардов евро, вот, четыре миллиарда евро. А оборот такой же только одного Даймлера концерна — 120 миллиардов евро. Вот разница понятна, да? Дальше, авиацию возьмите, да. Вот, в прошлом году, в прошлом году, значит, объем ОАК, всего, 6 миллиардов долларов оборотов. Это всей нашей авиационной, фактически, промышленности. Один Боинг только — 96 миллиардов. Мы произвели 37 гражданских самолетов ОАК, Боинг взял 648. Разница понятна, да, то есть это вот, это 16, сколько, 70 раз. И вот это вот и есть, как бы, понимаете, на самом деле реальное характеристическое положение. Ну, конечно, да, можно говорить о том, что, да, у нас там сейчас стало немножко лучше, у нас там в таких-то отраслях мы прибавили, в таких-то добавили, но на самом деле вот именно от объемов этих, понимаете, дальше идет и, так сказать, зарплата, идет отчисление в бюджет государства, откуда денежки берутся, понимаете, и, соответственно, развитие. И если у вас мало ли оборот, значит, вы мало развиваетесь, вот, собственно, вся история, понимаете. Реальный сектор, он, собственно, вот весь на товар. Если товар, вот какой объем товара? Соответственно, как этот реальный сектор формирует запрос на количество умных людей в стране? Вот есть замечательная статья тоже, которая называется главным ресурсом временного капитализма дебилом. Вы не читали видео, да, судя по вашему выражению вашего лица. Вот, очень советую вам просто дам ее почитать, естественно. Так вот, собственно, я вам самый там центральный момент зачитаю здесь просто. Вот, к 60-м годам, к середине 60-х, ну, к 60-м, да, на самом деле бизнес удовлетворил реальные, естественные потребности человека. Понимаете, то есть вот как бы, вот то, что как бы реально надо, ну, там, домик там, понимаете, вот квартира, машина, ну, сказать, такая вот. А дальше возник вопрос, а что же дальше-то делать, понимаете, потому что потребности удовлетворены эти, и что, как же ему дальше развиваться. Вот, вот видите, он цитирует Достоевского, здесь замечательный подростки, значит, наезд от человека, спросит, а что же дальше. Смысл жизни подавай или иные какие цели. И вот тут-то бизнес, собственно, и нашел способ, глобальный бизнес, вот тот самый, да. Новые рынки были найдены, вот очень хорошо написаны, понимаете, не за морями, а в душах людей. То есть, на самом деле, это основное сейчас вот то, что говорят, кто главный человек, маркетолог. То есть это те, кто создает потребности, понимаете, то есть они не удовлетворяют, потом они удовлетворяют, сначала они создают. Собственно, это есть общество потребления, то, что называется, да, то есть потребители воспитывают замечательного потребителя. И в этом деле, в деле технологии именно воспитания потребителей. Вот, собственно, это началось где-то вот в середине шестидесятых, и сейчас дальше развивается, уже достигла совершенно вот тут. Дальше мы увидим вот эту книжку вот эту. В СССР другая история была, правильно? На самом деле мы строили общество, там, мистическое, да, социалистическое, и в основе лежала идея, технократическая идея. Это, по-моему, кто-то из послов США в семидесятых годах. Вот он был здесь десять лет, но как отсидел здесь, послужил. И дальше он через какое-то время написал книгу про СССР. И во введение он сказал, что я просидел в этой стране, вот послужил десять лет, я ее не понял. И только уже потом, так сказать, понимаете, да, осмысливая там все то, что вот он видел, он понял, что такое СССР. Это страна-компания, U.S.S.R. limited, то есть это единая страна, понимаете, которая как компания работает, понимаете, в мире, то есть все работают вместе на одну цель. Успех отдельного человека, понимаете, был успехом страны. И успех страны был успехом человека. Вот что важно. Мы это ощущали все. То есть мы в этом смысле были все вместе. Это был такой общественный договор, понимаете. И страна давала нам задачи, мы их решали, страна нас как бы за это поощряла. То есть, да, и мы же, но работали-то не за, понимаете, поощрение было. Ну, тут было много вещей, которых сейчас нет, понимаете. Это техническое творчество, понимаете. Вот творчество было сутью этих всех дел, да. Вот все эти инновации, вся эти новые слова все. А реально, реально, понимаете, ведь это творчество просто на самом деле. То есть творить, придумывать, понимаете, получать удовольствие от того, что ты что-то придумал, что-то сделал и не просто абстрактно, понимаете, да. Вот ты сделал это. Вот это очень важная вещь. И в этом смысле боролись, как сейчас уже, стало ясно. Помните, кто-то из диссидентов сказал, что целились в коммунизм, а попали в Россию. Потому что боролись не с коммунизмом, а именно с этим обществом, которое так было устроено. Система образования была построена очень ясно и понятно. Это была прусская система, надо было пройти все. — Была система с немецким корнем? — Да, конечно. — Русская и классическая школа? — Да, классическая школа абсолютно была. Всем нам давали мощное общее образование, на базе которого мы могли потом идти, заниматься чем угодно. Я закончил МЕХМАТ, чем я только сейчас не занимался, и электроникой, и высветительной техникой, и в нефтегазе. То есть данное образование позволяет, понимаете, вот все эти разговоры о том, что надо всю жизнь учиться, да мы, конечно, всю жизнь учимся, но только не так, как сейчас, но для этого нужен фундамент. Понимаете? Когда вам дадут фундамент, когда вам поставят голову, понимаете, то есть вот как… — Голову будет работать. — Да, и тогда вы сами разберетесь, понимаете, имея фундамент вот этот образовательный, так сказать, мощный, и систему самого поставленного мышления, понимаете? Когда вот умение подойти к решению задачи, умение написать, понимаете, да, довести до себя, самому понять и объяснить еще другим. Какая была модель промышленного производства? — Это было производство долгоживущих, надежных изделий. Это, конечно, самый такой, так сказать, пример очевидный. Это военная техника, да, то есть она долго живет, да, она, в общем, надежна должна быть. Вот, и важно, что как бы продление жизни определялось ремонтами, понимаете? То есть именно долго, это 10-15 и более лет. По этой же модели работали гражданские. Понимаете, вот что все существенно важно. То есть, например, автомобили ЗИЛ. ЗИЛы ходили по миллиону километров с двумя капремонтами. И вот это вот было наше, как бы, так сказать, вот то, что было к 91-му году. Теперь что к этому моменту пришло вот с реформаторами? Значит, было сказано, что все это не конкурентоспособно. То есть вот нужен глобальный рынок. Дальше, поскольку они не понимали сути, понимаете, вот не конкурентоспособно. Да, ЗИЛ, там вот эти машины, ну, действительно 30 литров бензина, вот, экология там, то все пятьдесятые. Но, понимаете, в любом, вот, что называется об колено ЗИЛ заставить поменять вот эту модель на другую модель, вот на такую быструю, да, так сказать, быстросменяемую, невозможно. И тогда ЗИЛ умер, должен был умереть, и он умер. Умер ЗИЛ, умер за долга. Именно потому, что вот бездумно, ну, под флагом неконкурентоспособности и всего прочего. А по сути-то проблема была именно в том, что вот они, ну, они сами не понимали, это и не понимают до сих пор вообще. Это разные модели совершенно производства. И поэтому целую отрасль и начали умирать. Да, и, собственно, да. И вот видите, и что дальше? Дальше, смотрите, что произошло. Значит, дальше, да, и было обязательно, что еще, кроме этого, что нам теперь нужен не, так сказать, производитель, тот, кто что-то придумывает, а не дворец, а нужен потребитель. Давайте брать технологии, которые есть у нас, там, у них уже есть, да, и вот надо просто быть пользователем, да, пользователем. То есть, на самом деле, ну, это было пред, следующий уровень — это потребитель, правильно? Просто, ну, зачем технологии, когда можем купить? И уже, на самом деле, в девяносто первом году, в девяносто втором Гайдар, собственно, так и сказал, электроника — это нам не надо, не надо этим заниматься, мы все это купим. Да, вот смотрите, вот девяносто первых годов был сказано вот это. Вот сейчас, сейчас просто сразу, Соединенные Штаты — это пятьдесят процентов контролирует мирового рынка полупроводниковой продукции. Это порядка, там, трехсот восьмидесяти миллиардов долларов в год. Половина их просто, чисто в виде. И они контролируют фабрики, половину фабрик и половину. Остальные фабрики, ну, фактически косвенно контролируют через, понимаете, да, свои заводы. Нас нет там, то есть вот махнули шашкой, понимаете, да, махнули шашкой, вот так вот, все, нам этого не надо. Вот сейчас мы, Россия, вот на этом рынке, а это рынок как раз вот тот самый, понимаете, краткоживущие, да, вот эти вот самые. А над ним сидит еще рынок финишной радиоэлектроники, ну, все эти вот гаджеты, компьютеры и все прочее. Там полтора триллиона объема этого рынка. Если опять связывать с образованием, то теперь, вы понимаете сами, что все же было нацелено на то, чтобы готовить инженеров, которые вот это все умеют делать, понимаете, понимают и умеют, да, это стало ненужным. Ну, соответственно, образование тоже стало меняться, понимаете, это одна часть. А вторая часть, что образование и наука, вот это тоже очень важный момент, они сейчас позиционируются вот в новом глобальном мире как просто бизнес. Образование — это бизнес, это не там, не то, что вы там готовите специалистов, а просто зарабатываете деньги. Сначала, что было сказано в девяносто первом году, или в втором, да, когда Гайдар пришел. Все, вы все конкурируете на самом деле, конкурируете на рынке сами. Грубо говоря, государство там вас отпускает на вольные хлеба, вот в это сопное бегите. Помните, что рынок, помните, была идея, что рынок все, собственно, выстоит. Потом где-то к 2005 году стало ясно, что там ничего не выстраивается, наоборот, все совсем плохо. Ну, тогда стали, так сказать, вводить какие-то нормативные документы, идеологии. Но, тем не менее, основная идея экономическая такая, по-моему, экономической модели, что государство создает условия, экономические и правовые условия, в рамках которых все будет развиваться. И вот если условия будут замечательные, то, собственно... И рынок сам все растает. Да, и дальше уже все будет как бы хорошо, то есть вот только экономические методы будем это все регулировать. А тогда, соответственно, дальше возникла идея, что нужны менеджеры, что у нас их нет, что, да, значит, вот управленцы, экономисты, и бум пошел по образовательной, что инженеры-то зачем, когда все делают в управленцах, тех, кто маркетингом занимается, да. Ну и вот и вузы перепрофилировались. Естественно, вузы, которые занимались вот той самой подготовкой, которая была в Советском Союзе, не захерели, естественно, образом. Вот. Остались, ну, сейчас осталось все это, ну как, это подготовка, но туда. А поскольку был дальше лозунг глобализации, надо работать не на внутренний, а на внешний, на глобальный рынок, то вот, собственно, вот вам сейчас как бы то, что сейчас у нас и получается. Хорошо, сошлись на том, что разрушена экономика, закрыт ЗИЛ, уничтожены образовательные институты, которые готовили кадры. Вот имеем то, что имеем, как вы сказали, да. А в нынешней ситуации что, разве можно от этой глобализации, отгородившись, чего-нибудь создать? Ну, так нет, давайте сначала посмотрим, а можно ли что-нибудь в рамках той модели экономической, можно ли в рамках этой модели действительно выйти на глобальный рынок. Вот, ну, вот как пример, да. Возьмем именно микроэлектронику, средства, которые вкладывают государства, понимаете, да, вот в эту историю. Их, конечно, не хватает для того, чтобы сделать сколь-нибудь конкурентоспособной, так сказать. Ну, по крайней мере, пока, вот понимаете, 25 лет я не вижу, так сказать, в этом смысле никаких принципиальных новых результатов. Ну, да, есть какие-то подвижки, есть там, стало лучше здесь, стало лучше там. Но именно с точки зрения, понимаете, да, конкуренции на этом глобальном рынке ничего не получается пока что. Значит, ближайшие 20 лет будет эпоха самых радикальных изменений. И основным источником этих перемен, что будет? Не сама система образования, заметьте, а информационные технологии, медицина и финансы. Теперь смотрите, почему это так. Значит, вот в микроэлектронике, в полупрудниковой промышленности, с 91-92, да, на 90-х годов, вот такое экстенсивное, экспоненциальное развитие отрасли. За счет чего, вот с момента, когда Стив Джобс сказал, что давай сделаем, понимаете, да, ширпотребный компьютер, это дало толчок к чему? Значит, именно, прежде всего, микроэлектроники. Значит, что они начали, собственно, в чем, как бы, подоплека экономическая, на самом деле, тех всех внешних вот успехов, да, по частотам, графике, там, всем прочим. Это уложить на площадь, на единицу площади кремния, как можно больше транзисторов. На самом деле, что было, понижалась цена транзистора. Вот, вот они понижали цену одного транзистора, соответственно, цену полуправников, да, вот такая экспоненциальная шла, шло понижение цены. И это давало возможность, что делать? Да, вы вбрасываете сейчас, вот, выпускаете прибор, да, значит, дальше деньги снимаете. Там маржа была до 90% вообще вот со всех дел, да. Вкладываете эти деньги в следующую технологию, которая обеспечивает еще меньший размер, да. Получаете новый прибор, старый долой, понимаете, да. Вот видите, сейчас вот эти гаджеты, они же, заметьте, они меняются же просто, вот, там, не знаю, там полгода уже сейчас, да. Ну, сначала был интервал, там, порядка, там, трех лет, потом, там, полутора лет, а сейчас просто вот. Вот, и, на самом деле, вот это и есть, как бы, вот этот локомотив, он дальше что? Он влиял на автомобильную промышленность, в том числе, да, вспомните, автомобили Daimler, там, Mercedes, там, 25 лет назад, это вечная машина была. А сейчас он, там, три года, три года, и все это, меняйте, там, лизинг, и так далее. Почему? А потому что они тоже все втянуты, понимаете, да, так сказать, обороты, обороты. Ну, это есть марксом объясненный принцип обращаемости капитала. Ну, так вот, да, совершенно верно. Вот, ну, здесь такие, знаете, я постановлю так, промышленно-финансовые пирамиды так выстраиваются. То есть, понятно, быстро снимают прибыль, вкладывают в новое и так далее. Но теперь у микроэлектроники проблемы возникли, потому что они дошли до, так сказать, ну, физического предела, что ли. То есть, сейчас вот размер элемента — это где-то там, ну, там, 10 нанометров. Вот следующий уже надо получить. Но при этом возникло первое, что там уже пределы физические, понимание, да, физика уже там начинает быть другой и непонятно как. А самое главное — экономика, то есть оборудование, которое вот нужно для того, чтобы вот это все сделать, оно безумно дорогое стало. То есть там единицы оборудования, например, там 250 миллионов долларов стоит, а их надо много, на самом деле, фабрики огромные. И вот как дальше двигаться, пока непонятно. Ну, там есть всякие научные идеи, как я не буду даваться, это сейчас неважно. Вот, но промышленность раскручена уже, понимаете, то есть вложены огромные деньги, да, ей надо чего-то делать дальше. А рынок, который вот, собственно, сейчас имеется, максимальный объем рынка — это вот эти смартфоны, ну, мобильные устройства, да. Вот это где-то порядка 15 миллиардов, наверное, штук в год, вот такого порядка. Им надо следующее, понимаете, надо больше. В целом возникает картина какая. Не бизнес для человека, а человек для бизнеса. Человек становится вещью. Да, то есть человек нужен бизнесу для того, чтобы он потреблял. Вот, на самом деле, суть, вообще говоря, того, что происходит. На самом деле, все, что, так сказать, все реформы, которые происходили… Вот мы не понимали этого, понимаете, глупость какая-то, зачем вот это, зачем вот это, зачем вот это. Ну, в каком-то момент пришло понимание, да, что просто готовят потребителя и все, больше как бы ничего. А для этого не нужна та система образования, которая была, понимаете. За последние 25 лет тоже это большие деньги вложены были в интернет-сети, да. То есть вот интернет там до… Широкополосный, до 100 или 100? Да, там, главное — довести до всех просто. Я очень долго не понимал, ну вот, ну да, это важно, конечно, нужно, да, но вот все-таки какова… Какая-то подоплека должна же быть там, понимаете. Зачем? Да, зачем это все. И вот недавно я, собственно, общу про молодых вот спросил и очень обрадовался, что у вас такие молодые. А есть другие молодые сейчас, которые тоже около 30 лет, которые говорят, а зачем учиться? В Яндексе все есть или в Гугле. Спроси, и тебе ответят. Понимаете, что это такое? Это означает, что не подвергается сомнению то, что вам выдал компьютер. И этот человек не будет даже слушать доводов никаких, понимаете. Вот в чем вся штука. То есть отмирают критическое мышление. Да, да, да. И вот в этом смысле, понимаете, это если идеологически говорить. Вот все говорят про тоталитаризм, который был в СССР. Вот такого тоталитаризма близко не было. Понимаете, да? Потому что сейчас вот это и есть тоталитаризм. Жуткий совершенно. Только так и больше никак. А как еще? Да? И экономика, заметьте, то же самое. Либеральный экономист говорит только так и больше никак. Только вот такая модель, только вот это. И вот хоть что тут там не делайся, а вот давай только так. Из любой ситуации, предприняв определенные шаги, можно выйти. Но давайте сначала поставим диагноз. Какого? Нет, а сейчас я… Нет, а диагноз я вам собственно свой уже и сформулировал. Если останется модель экономическая такая же, вот то есть создаются какие-то условия только государства, а государство не вмешивается реально в управление, да, так сказать, ну такое содержательное управление. Если будет по-прежнему финансовая экономика, потому что реально сейчас, заметьте, ведь государство поддерживает прямую банки. О чем мы сейчас все говорим? Курс рубля какой-то, банковская система, вот обязательно там… Это монетаризм называется? Да, да, да. Так нет, но государство прямо поддерживает банки. А реальный сектор поддерживается посредственно через банки. Понимаете? То есть нет прямой как бы выхода на это. Второй момент. Ну это может быть более сложные вещи, но тем не менее. Спросили, значит, надо это сказать. Собственно, нормативные документы, которые как бы регламентируют сейчас вот… Что такое успех? Да, вот там стратегия социально-экономического развития. Критерий успеха какой? Понимаете? Вот пока не будет товарного производства, как успех, понимаете, пока не будет задачи выйти на уровень, понимаете, да, скажем, развитых государств, ну хотя бы, да, там, по порядку величины и не будут сформулированы реальные, понимаете, да, шаги, вот, ничего не изменится. Будет все точно так же. Тогда напрашивается один вопрос, который нам как вилку в горло представляют все. А как это можно изменить? Можно ли это изменить мирно? Можно. Можно. Государство, если государство изменит свою позицию, я, собственно, об этом писал тоже в одной из статьи в «Эксперте». Понимаете, был на самом деле в 92-м, например, году расторван общественный договор между обществом и государством. Государство раньше сказало, да, я за вас отвечаю, я вас там, да, это называется там патернализм, еще чего-то, но по сути это совершенно не это. Потому что, если говорить, например, про, за что американцы любили Рузвитта, а за то, что он, вот, унижив Великой депрессии, это, в общем, примерно то, что была, вот, общая модель была так, как у нас. А он жестко сказал этим ребятам всем, значит, я вас поддерживаю как государство в том случае, если вы мне обеспечиваете рабочие места, понимаете, да, уровень жизни, вот тогда да, а иначе нет.